Закончился матч Баракуда-Рабона. С нами в студии Дмитрий Саражинский и Антон Шаманин. Антох, ну не так давно разговаривали в конце первого круга. В принципе, прогресс, все-таки набрана ничья. Как ты считаешь, упустили три очка или приобрели одну, на твой взгляд? Во-первых, хочу поблагодарить команду соперников за игру. Наших ребят хочу поблагодарить наконец-то за качественный сбор. То есть уже не было, как в прошлых играх, провала во втором тайме по физике. Много замен, получалось держать ритм. Да, конечно, упустили три очка сегодня. Ну, на мой взгляд, упустили. Хоть игра, может быть, она близко к равной была, с небольшим, я редко так вот говорю, но все-таки нашим перевесом. И второй момент у нас был стопроцентный, когда защитник с линии выбил. То есть забивать там второй, я думаю, все точно решено было. Но мы не забиваем. И в конце золотое правило футбола не забиваешь, ты забиваешь, тебе сработало. Получили с добивания. Один-один, теряем очки важные. Ну, к сожалению, да, не получилось победить. Расстроенная, вся команда расстроенная, думаю. Поэтому добавить сегодня нечего. А так, спасибо, что все собрались сегодня. Ну, по сбору, да, вот четыре замены сегодня. Это, на твой взгляд, на постоянной основе будет или единоразово так получилось? Как ты думаешь? Я очень надеюсь, что будет на постоянной основе. Потому что у нас сейчас задача стоит сохранить прописку в премьер-лиге на следующий сезон. И если мы не будем собираться, то мы точно ее не сохраним и вылетим. А если будет приезжать такое же количество игроков, как и сегодня, то есть все шансы зацепиться. И те матчи, которые мы в первом круге проигрывали в один-два мяча, в ответке уже зацепить очки, которых нам не хватает для того, чтобы сохранить место в элите, так скажем, футбола. Ну, будем надеяться, что все будут доезжать. Дим, ну, в свою очередь вопрос к тебе. Спаслись, да, там буквально за две минуты забили. Как по игре, на твой взгляд, вообще в целом? Вы доминировали, соперник, и что вообще по сегодняшней игре можешь сказать? Ну, я хочу сказать, что игра, в принципе, была равна. Как бы с перевесом то одних, то других. То есть иногда буракуду были моменты, иногда у нас что-то там получалось. Но, по большей части, из-за того, что мы выбрали на этот матч немножко другую тактику, у нас, получается, ребята, наверное, еще не до конца осознали, как действовать. И поэтому периодически у нас были такие моменты, когда человек в центре, ну, в принципе, разыгрывающий, просто не понимал, что ему делать, потому что игроки либо просто забегали за спины соперников и ждали, я не знаю, гениальнейшую разрез в коридор между ног в ноги. Поэтому вот так. А так у нас ситуация, в принципе, такая же, как у буракуды. То есть мы там в подвале, вот, очки надо набирать. Слава богу, у нас со сбором на игры проблем нету, но тут дело, наверное, психологии больше. Потому что на тренировках у нас, в принципе, вроде бы как все получается, а когда люди выходят на поле, на играх, такое ощущение, как будто в первый раз. Как в новой форме игралась? Помогала или, наоборот, немного давила? Мне давила. Не тот размер выбрал, да? Да, что-то М-ка найковская маленькая стала. Вот, а так, нет, ну просто договорились форму поменять, потому что у нас появились новые люди в команде, соответственно, как бы формы не хватало. Вот, и хорошо, что быстро получилось, в принципе, да, то есть где-то, наверное, недели за три мы все это смогли сделать. А так, ну, беленькая посимпатичнее. Есть, ну, спасибо, ребят, удачи, вопросов на сегодня не имеем. Удачи. Спасибо.